захожу на днях на очень популярный youtube канал посвященный теплу и воде и там за 200 косарей пихают вентиляционную систему клапана там стоят по 8 тысяч рублей сегодня расскажу что стоит это 10 долларов всем доброго времени суток сегодня хочу про управляемую автоматическую заслонку говорить думал как начать ну давайте с того что сколько нам обойдется эта заслонка как управляющий микроконтроллер это vemas d1 mini pro в основе esp8266 и стоит он доллар 86 следующие это шаговый двигатель причем шаговый двигатель я вам скажу что один из самых простых скажем так в том смысле что есть шаговые двигатели подороже и по 30 долларов но для тех целей которые сегодня будем преследовать в принципе это оптимальный вариант и я дальше покажу что в общем не только я так думаю усилия здесь минимальные но главная цель то что выполнять и исполнять именно точное количество шагов то в общем то вот эти моторы идеально подходят так ну и цена до доллар 26 и сразу покажу на всякий случай вот это очень хороший датчик который измеряет мелкие частицы вот тут написано pm 2 с половиной сенсор там если углубиться в тему то в общем то когда говорят твок это загрязнение воздуха то в принципе само понятие твок можно разбить там и на всякие фальмадегиды и вот эти вот частицы частицы два с половиной частицы 10 частицы 1 в общем то один из главных параметров по которым оценивают частоту воздуха это вот именно количество вот этих вот частиц два с половиной и стоит он 1267 но это уже как опция но все равно я даже ну решил ее включить ну в принципе для того чтобы реализовать нам нужен доллар 86 и доллар 26 то есть грубо говоря 3 ну давайте 5 долларов 5 долларов и в принципе можно делать заслонку и тут я накопил накопил несколько страниц вот что вот это такое 19000 ну это сименс но наверное он еще что-то умеет делать честно говоря я не знаю ну вообще или написано электропривод возможно усилия очень большие делаю но выдерживает и может исполнять ну хорошо да наверное наверное ценность таких приводов электроприводов в том что они наверно могут поворачивать горы с таким усилием если машины 400 здесь 40 ну ладно 19000 дальше еще есть вот такой привод наверное это уже попроще судя по цене до 7000 дальше у нас есть еще что-то это значит солдар и палу 37000 окно и вот вот от чего относительно чего я предлагаю отталкиваться и к чему я привел датчик твок и вообще вот откуда у меня возникла идея записать это видео про заслонку значит смотрю тут на одном очень популярном youtube канале который посвящен теплу и воде у него значит вышел ролик от 16 мая сегодня у нас 30 и что вот мы видим тут самое интересное что на что хочу обратить внимание смотрите двигатели ничего не напоминает это вот я к этому говорю что в принципе даже такие крупные производители как вот ranson пользуют эти двигатели в своих установках только продают они это без датчика за 8000 к чему я показал датчик к тому что вот он допустим тот же самый клапан тут когда было 8000 это было без датчика а вот как только у них есть значит опции можно включить разный набор количества датчиков вот если в в этом клапане будет и твок и влажность это будет 20000 а если будет только измерять влажность 13000 что касается датчика влажности ну он же и датчик температуры вот он датчик бм е бм е до 280 очень хороший датчик цифровой 55 долларов если датчик co2 сейчас найду вот он датчик co2 очень хороший датчик измеряет вот пожалуйста от 0 до 5000 он вам все померяет 20 долларов а здесь за двигатель за микроконтроллер и за датчик хотят 15000 ну вот относительно этого и будем отталкиваться и рассматривать все дальнейшее есть вот такая стандартная заслонка размер 204 на 60 вот так он выглядит в стандарте и вот что мы делаем значит с двух сторон мы проделываем отверстие это под штиф и подкрепление вот так я готовлю саму заслонку то есть убираем здесь лишние детали и вот таким образом готовлю мотор то есть есть у нас тут вот этот штиф и здесь значит кажется два миллиметра сверло делаю отверстие алюминиевая простая трубка диаметр 8 миллиметров и вот таким образом готовлю то есть это вот длинная и и здесь два разреза и покороче разрез и дырка два миллиметра значит это у нас будет первый соединительный элемент и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Но так как в обратную сторону движемся, 128, при нормальной установке это было бы 25, а здесь 75. 50 и в том, и в том, и в другом случае это будет 256 шагов, а 25%, то есть при открытой, это 384. В общем-то, это единственная особенность. Еще я добавил себе датчик температуры и влажности. Да, что я 22, у меня просто был лишний, но я решил поставить. Соответственно, здесь это вот именно подключение и соединение. Четыре контакта на контроллере шагового двигателя подсоединяются к четырем контактам. ESP8266, ну и все, и сенсор статуса, то есть подключен, не подключен. Это, в общем-то, все, что касается программирования. Потом уже в Home Assistant вот эти выключатели я использую уже в автоматизациях именно по управлению клапаном. И вот что имеем в итоге. Устройство клапан 5 для пятой комнаты. Пять выключателей. Одна позиция, это закрыт. И четыре позиции, это вот степень открытия клапана. Еще я на этот же ESP8266 прикрепил себе DHT22, чтобы наблюдать температуру и влажность. Ну и вот демонстрация того, как это все работает. Это значит открыт на 100, на 75, на 50 и на 25. Ну и из любой позиции можно что угодно открывать. Можно открыть на 100, можно закрыть. Ну, в принципе, все.